Здравствуйте, меня зовут Богатейший Ди и я криптофанатик. Я стал им 4 года назад с первой буквы определения того, что такое биткоин. С тех пор я верю в биткоин. Можешь называть меня сектантом. Канал я создал приблизительно спустя год после моего нового увлечения. Тогда я еще не знал, к чему это приведет. Но все эти годы я пытался объяснить биткоин людям. Я прочитал множество комментариев под прошлым видео и нашел вдохновление в них для этого. Я постараюсь не вставлять эти комментарии в это видео, так как не думаю, что их авторы этого хотели бы. Но я выписал ряд тезисов и сейчас мы быстро пройдемся по этим пунктам. Возможно, кое-что упомянуть я забуду, но основные моменты постараюсь вспомнить. Представим, что биткоин продолжает торговаться в этом коридоре. И тут происходит событие или, например, выходит новость, что ФРС США внезапно поднимает ставки до 5%. На этой новости биткоин внезапно падает. Что же это? Это краткосрочная перспектива его движения. Такое потенциально может случиться после этого события. О чем я и предупредил тебя в одном из вчерашних видео. Я просто обязан предупреждать о таких событиях на краткосроке. В этом месяце. Но я уверен, что биткоин вырастет намного больше на долгосроке. К 2030 году. 10 лет. И вот проходит еще 10 лет на календаре 2030 год. И это падение на этом фоне уже даже не видно. А капитализация биткоина составляет около 10 триллионов долларов. Это долгосрочная перспектива. Я устал разжевывать это каждому в личке. Я физически не в состоянии это сделать. Я и так уже к психотерапевту как на работу хожу. Почему именно 10 триллионов долларов? Потому что капитализация золота на апрель 2021 составляла 10 триллионов долларов. Биткоин считается цифровым золотом. У него есть все его характеристики, но при этом еще больше преимуществ. Можешь прочитать эту книгу под названием «Цифровое золото». Или же посмотреть эти дебаты Майкла Сейлора против Фрэнка Джустры. Где Майкл Сейлор про-биткоинер, а Фрэнк Джустро за золото. Один биткоин делится на 100 миллионов частей, которые называются сатоши. Это как рубль и копейка. Золото в этом плане куда более неудобно. Транспортабельность. Попробуй перевести килограмм золота через границу. Это не так просто, как кажется. И ты явно не будешь таскать с собой тележку, нагруженную золотыми слитками, чтобы купить хлеба в магазине. Попробуй перевести через границу чемодан наличных. Биткоин – это когда твои деньги находятся у тебя в голове в виде приватного ключа, который ты запомнил. Представляешь, твое состояние может составлять миллиарды долларов, и при этом все они будут храниться у тебя в голове. Разве это не фантастика? Я каждый раз испытываю детский восторг, когда это понимаю и осознаю. Биткоин не контролируется каким-то единым центром. Если кто-то захочет его отключить, он не может прийти в центральный офис и все там закрыть, потому что его просто-напросто не существует. Биткоин не подвержен цензуре и так далее. И тому подобное можно долго перечислять. Все это более подробно описано в книге, которую я тебе только что показал и рассказано в этом интервью на моем втором канале. Компания Glassnode отчиталась в этом году, что число держателей биткоина превысило 23 миллиона пользователей. И при этом капитализация биткоина достигает почти 700 миллиардов долларов. По этому прогнозу в 2030 их будет 4,3 миллиарда. 4,3 миллиарда пользователей биткоина. Да эти 23 миллиона будут каплей в море на фоне такого количества людей. Мы все еще в начале, даже несмотря на то, что биткоин уже достигал триллиона долларов капитализации. Какой будет капитализация биткоина, когда им будет пользоваться 4 миллиарда человек? Ты написал под видео, что 10 триллионов долларов капитализации биткоина это кликбейт. Ты прав, это кликбейт. Потому что его капитализация должна быть еще больше. Я просто взял график биткоина от 2011 по 2020 и нашел все его нижние точки за каждый год. Каждую минимальную цену в каждом конкретном году. И нарисовал по ним этот график. Разве тренд не очевиден? Куда все смотрит? Еще раз, это график, построенный по самым минимальным ценам за каждый конкретный год в истории биткоина. На протяжении истории биткоина мы могли наблюдать вот такие обвалы. Очень большие, могущественные и ужасающие. Сколько людей их боялось и сейчас боится этого. Как правильно кто-то заметил в комментариях, это все из-за крупных манипуляторов. Здесь манипулировали на 7 фьючерсах. Здесь на коронавирусе. Здесь на майнинге, экологии, климате и чего только там не придумали. Кстати говоря, об этом коронавирусном обвале. Здесь мы наверняка знаем, что это было запланировано. Потому что еще до этого обвала некоторые сенаторы США уже продавали свои акции. И биткоин, очевидно, тоже. Так что да, все это просто манипулятивные движения цены. Кто-то крутит рынком как хочет. И у меня есть видео про эти манипуляции от 3 июля. Ссылку на него оставлю в описании. Обязательно посмотри, как они манипулируют рынками. Я не хотел вставлять комментарии в это видео, но никак не могу не вставить этот. Никнейм затру, чтобы не смущать человека. Все это не имеет смысла. Цены будут гнать и гнать так, чтобы никто не смог на этом заработать. Рынок ручной, как маленькая ручная собачка. А такие игроки, как Теслы, Микростратегии и Билл Гейтс, это пыль по сравнению с человеком, который управляет ценой биткоина. Твое видео – мусор. Сорян. Это не имеет смысла, если ты не холдер. Я холдил это падение, это падение, это падение и даже это падение. Я до сих пор являюсь холдером. И я прохолдил целую тьму, тьмущую этих манипуляций. И я собираюсь холдить минимум до 2030 года. Так что для меня все эти Биллы Гейтсы, манипуляторы и таинственный человек, управляющий ценой биткоина при всем уважении, не беспокоят. Они мне на руку. Пусть крутят на краткосроке и среднесроке ценой сколько угодно. Я уже видел обвал биткоина с 20 тысяч до 3 тысяч, с 10 тысяч до 4 тысяч, и с 60 тысяч до 30 тысяч. И каждый раз кто-то ценой манипулировал. В итоге, что мы имеем глобально, биткоин растет. Если бы на протяжении этих 10 лет ты только холдил, ты бы заработал баснословные деньги. Но большинство будут вестись на этих манипуляторов и сольют все на падение с 20 до 3 тысяч. А потом увидят цену в 60 тысяч и испытают все те чувства, как же так, я пропустил такой рост, нужно срочно покупать. Купят здесь и очередной манипулятор сольет их до 30. И они потеряют все. Вот почему на этом рынке заработает лишь малый процент. Большинство, 95%, 99% потеряют здесь абсолютно все, потому что вливают сюда все свои сбережения. И продают, как только какой-то манипулятор немножко нагнал дыма. Как я и говорил в конце прошлого видео, не понимают. Ну не понимают. Ребята, я не знаю, как еще разжевывать, как доносить. Каждый день я говорю и меня слушают, но не слышат. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok